Добрый день, сегодня у нас с вами интервью, и я по традиции никогда не рассказываю о своем госте, потому что всех лучше о госте может рассказать сам гость, поэтому, Вера, в первую очередь я хочу дать тебе слово, расскажи основные интересные моменты, которые хотелось бы как раз донести тем, кто нас смотрит, чтобы было понятно, кто ты. Добрый день, меня зовут Вера. Ну, начнем с того, что с Анастасией я знакома уже более трех лет, и знакомство мое началось чисто интуитивно, визуально, после окончания огромного курса промышления миллионеров, я поняла, что мне нужен инструмент для того, чтобы получить деньги. Я в данный момент я была беременная, и денег мне откуда было взять, и чисто визуально мне в ВКонтакте попался рекламный диск, ролик, Манни Беррис, курс, я его пропустила. И просто интуиция мне сказала, мне надо идти туда, и Настя не даст соврать, я зашла на второй уже урок, пропустив первый урок, и начала обучение с Анастасией, с Мартой в Манни Беррис. Дальше устроилась более интересно, как ни странно, кажется, что такое менеджер маркетплейса, да, я обслуживаю поставщиков, а оказывается, там много общения с людьми, с другими менеджерами, с другими поставщиками, просто с людьми, которые тебе стучатся, просят консультации. И я получила тот необходимый уровень дохода, который мне нужен был на тот момент, чтобы выжить с моими детьми, и даже больше. И что меня это очень устраивало, я очень благодарна тому времени, что вот этот ролик появился, взялся ниоткуда, хотя я не была не подписана ни на какие рассылки маркетплейса, я даже не знала, господи, в Валсберрисе я только покупала там одежду себе ребенку, чтобы там работать, я даже не представляла, что там могут, кто-то работает там. Я думала, ну это какая-то организация единая, я даже не знала, что там поставщики есть. Но после обучения, естественно, я поняла, что там есть менеджер, есть поставщики, есть кабинеты, все они разные, разные товары. И уже проработав менеджером полтора года, я в итоге созрела сама быть поставщиком и зашла на Валсберрис в качестве поставщика. И, как мне кажется, удачно зашла, потому что через буквально полтора месяца я заработала свой первый миллион. Как ни странно, я обычно поставщикам говорю, давайте мы заработаем, а тут раз и сама сделаю. Дальше пошло, пошло стабильно, все очень интересно. Появились новые люди, новые связи, новые знакомства, опять же. Жизнь стала вся другая, уже другой уровень жизни. А получается, произошло за три года? Все произошло за три года, до этого я была в найме, в глубоком найме, более 20 лет найма я была, на руководящей должности. И когда я работала 24 на 7, первый ребенок у меня вырос вообще без участия мамы. Мама только приходила, привет, покушал, поел, поспал. Я видела только, как мой ребенок спит. Сейчас у меня уже будет трехлетний ребенок, сейчас скоро будет ему в августе три года. Я работаю с ним, мне не мешает, что он мне там ползает под столом, где-то дома. То есть я работаю в комфортных для меня условиях. Я могу куда-то съездить старшим ребенком, позволить себе большего, скажем так, сходить погулять с детьми, сходить в кафе с ними, расслабиться, съездить в какую-то экскурсию. То есть вот этот период жизни начался совсем другой, больше возможностей, нежели когда я работала в найме и зарабатывала достаточно высокую зарплату. Но у меня не было времени свободного. Сейчас это времени очень много. Много людей, много эмоций. Главное то, что эмоции, они поступают очень положительно ото всех. Это совсем другое поле. То есть вот это меня очень устраивает. И главное устраивает, что я вижу, как растут мои дети. И мои дети видят участие матери в их воспитании, в процессах, в их, скажем, походах в школу. Что там учительница сказала, да? Выслушать, с учительницей поговорить, сходить спокойно поговорить с учительницей, если надо. А раньше я такого не могла себе с работы уйти и поговорить с учительницей, да? С маленьким там попрыгать с ним на кровати, да что вы. Что-то там посмотреть, поползать, с чем-то заняться. То есть это очень обширный стал круг, скажем так. Я себя почувствовала женщиной-мамой, нужной и своим детям. И плюс я могу их обеспечить. Это очень меня устраивает. Ну и пример прекрасный для детей в любом случае. В любом случае прекрасный пример для детей, потому что старшему сыну 14 лет. И уже недавно он подошел и говорит мне, мама, я тут все рассчитал, где я могу купить обувь, чтобы продавать на Валдбересе. У меня так глазки-то вверх на потолок. Откуда это? И как это, говорит, я с телефона могу создать себе кабинет? И что для меня для этого надо? Я, конечно, ему рассказала, что для этого надо, но уже ребенок видит, что мама работает рядом. Чем мама занимается? Откуда деньги берутся? Уже он понимает, что можно устроить быт свою, работу свою. Сидя дома с детьми в комфортных условиях. Никуда не бежать, никуда ничего не таскать. Не зависеть от начальников. Не зависеть от других мнений. То есть жить в кайф. А вот у тебя не было, ты сказала про руководящую должность, не было диссонанса в том, что вот бы ты была руководителем, а теперь ты стала, грубо говоря, менеджером или вроде какие-то курсы проходишь. То есть у меня очень было, знаешь как, у меня было терзание себя, потому что как бы я руководитель, я стал каким-то менеджером, да? Внутренняя самооценка сперва упала, внутренняя самооценка, потом же ты проходишь это обучение, да, ты берешь одного поставщика, а менеджер может ввести несколько поставщиков. И когда ты понимаешь, что ты сидишь менеджером, работаешь, каким-то менеджером работаешь, да, и у тебя ты получаешь доход больше, чем ты руководитель, да, руководя там коллективом своим. И уже вот эта оценка, пускай я буду менеджером, но я буду крутым менеджером, пускай я буду топ-менеджером, я буду заработать больше, чем я буду ходить 24 на 7 работать, и не в отпуск, не на больничную уйти с ребенком, и меня там не будут ценить, потому что я должен как по системе идти и работать, что мне сказали, то и делать. А тут я решаю, работаю я с этим поставщиком, не работаю, делаю я это или не делаю, или также я могу сама решить, сегодня я покупаю для своего магазина это или нет, деньги пускай обратно в продаже, да, или трачу на себя. Это очень весомое, это, потом уровень дохода, он возрастает даже, когда ты, можно же параллельно быть поставщиком, параллельным менеджером, да, как у меня сейчас. Я вроде бы и менеджмент не закинула, я же поставщик, да, и соединяю это, ты, во-первых, ты постоянно имеешь опыт менеджмента, ты в курсе всего, что творится на marketplace, а во-вторых, ты опытный поставщик, ты уже можешь своему поставщику транслировать то, что ты знаешь, опыт свой передать, то есть ты можешь уже быть наставником, к тебе уже люди приходят за наставничеством, за консультацией, уже совсем другое. Некоторые говорят, тут недавно встречалась женщина, что она не может на Валсберисе просто не находиться, вроде бы у нее все идет, продажи идут, она не может. Я говорю, почему? Потому что я хочу быть девочкой, я хочу одеть платьице и выходить каждый день в люди, чтобы меня видели. Возможно, это нужно, но это же можно себе позволить, пойти погулять в люди, пойти в ресторан, пойти в кафе, в салон красоты, чтобы на тебя поахали, поухали. Но не все же люди этого понимают, что это возможно. Marketplace это возможность хорошей жизни. Это не скажу, что это как по щелчку раз и получилось, заработать миллионы. Надо научиться. Для этого надо, чтобы у тебя были минимумы, как пройдены курсы. Во-вторых, ты должен упорно работать, курсы дают основу. Многие менеджеры думают, я вот пошел на курсы, я прошел курсы, все, я суперменеджер. А на самом деле столько нюансов, которые ты можешь узнать, например, общаясь в чатах поставщиков. Потому что у каждого свои фишки, у каждого свои плюсики и минусики. Даже читая вот эти чаты, можно на ошибках других выучиться. И ты будешь понимать, что можно сделать здесь, а что нельзя. Куда идти, куда не идти. И это получается ком, который надо постоянно в снеговика выращивать, 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 чтобы это получился настоящий снеговик. А не просто так, я получил корочку, да, и я вот, я, ну, очень много на самом деле, и ко мне приходят, возьмите меня к себе работать, потому что я вот получил корочку. Я супер, я у того-то выучился, я суперменеджер. А что ты знаешь? А оказывается, человек даже кабинета не видел и ничего не знает. То есть, если ты его берешь, то берешь ты на свою... И зачастую поставщики берут таких, и получается, или если поставщик сам с опытом, он его учит, а в любом случае, надо менеджера выучить, подучить, даже состыковаться под себя, надо подстроить любого менеджера. А если поставщик и сам не знает, и менеджер неопытный, да, а если, не дай бог, там большое количество товаров, сколько случаев было, что сливали товары неопытные менеджеры? За секунду все миллионы, которые лежали на складе, уходят. Это все равно зависит от этого менеджера. Это ответственность. И это надо... Это взращивается, это взращивается опытом, накоплением этого опыта, ответственности, самопонимания, осознания этого. Потому что со мной, даже с практики, девушки, когда проходит менеджер, просят на практику, проходит у меня практику, и остаются на несколько месяцев, потому что они знают, что у них недостаточно. Можно, говорит, остаться? Я говорю, можно. Мы с ними там проходим, как что-то проходим, что-то студируем, что-то я им показываю, что-то им объясняю. Но как без этого? Без этого никак. А вот как думаешь, вот именно это понимание, которое сейчас есть у тебя с этой точки зрения, оно, исходя из твоего опыта общего, в принципе, за всю жизнь работы, да, либо оно сформировалось именно сейчас? Ну, у меня, исходя из опыта, скажем так, работы, да, из опыта уже другой работы, что в любую работу надо сперва погрузиться и это изучить. Но с учетом того, что я о маркетплейсах вообще ничего не знала, да, только вывеска Валсбереса, где ПВЗ находятся, ну, серьезно. У меня на тот момент даже мобильного приложения в Валсбересе нет, не было. Я там больше на, скажем так, в Одноклассниках на советских покупках что-то покупала, чем там на Валсбересе. И вот когда я туда упала, да, увидела кабинет, начала все изучать, начала еще смотреть, еще, еще себя углублять, и я поняла, что система-то работает, и это надо наращивать, чтобы у тебя она сработала. А не просто так, это, я менеджер, да, я делаю вам карточки. А что ты делаешь там в карточках? Фотографии подгружу. Ну, вот элементарно, была девушка у меня, да, она проходит курс, пришла стажером. Я говорю, ну, заведи, вот тебе артикул, вот тебе параметры все, заведи карточку. А вам описание писать, фотографии вам вставить, ну, это уже до смешного. А такие менеджеры выходят с курсов, и, получается, они спрашивают поставщиков, а что тебе сделать в карточке? Элемент, да, элемент, который должен существовать. А он не должен, соответственно, человек должен это был обучиться на курсах, а не просто получить корочку, да, дополнительно, возможно, прочитать инструкции на Валсберис, которые очень обширные, да, и можно все узнать и даже в поддержку написать, да, списаться, возможно, там с подругами-менеджерами, да, почитать чаты, и все понятно, как это делать. Людям лень, люди хотят быстрых денег зачастую, и сейчас очень, как бы, такое мнение, да, везде реклама, да, пять минут тебе надо, чтобы ты заполнил карточку, и ты будешь деньги получить. Ну, нет такого абсолютно. Это надо с головой вникать, что ты делаешь, для чего ты делаешь, и что в итоге будет. Вот смотри, по поводу именно, если говорить о Вайлдберис, да, то есть у нас же сейчас, ну, не то чтобы большое количество скандалов, но все равно всякое происходит со стороны Вайлдберис, у кого-то там товары теряются, у кого-то там штрафы, у кого-то еще что-то, и частые комментарии от людей, что, а зачем вы там работаете? Ну, тоже, типа, там, не знаю, проигрышная схема, у вас все деньги берут, и так далее, и так далее. Вот, видя это, да, и понимая, как бы, то, что происходит, как ты к этому относишься, к тому, что, ну, к общему, к общей точке зрения, большинства, большое количество людей. Спокойно отношусь, потому что это жизнь, это везде так. Это просто Вайлдберис, он более монополизирован, да, у нас. И на виду. И на виду. Я думаю, на озоне так же. Никто же не кричит, что наказание экспресса выводит деньги через три месяца. Я говорю всегда, два месяца я жду минимум. Два-три месяца, да, и что поставщикам, чтобы слить свои остатки, да, и они там чуть ли меньше себестоимости не продают. Но никто это нигде в массовых не кричит. А кричат только что Вайлдберис, да. Но если проанализировать, почему Вайлдберис одно, второе, третье делает, да. Потому что, ну, вот ситуация с выкупами, да, даже элементарная ситуация. Потому что есть люди, которые зажрались. Ну, можно сказать так. Потому что есть люди, которые все равно нарушают дозволенные правила. Да. Которые, как можно карточку вывести за один день? Везде. Я выведу вашу карточку, даже реклама, выведу за один день в топ. Это уже стал бизнес. Бизнес в бизнесе. Продать карточки, продать бизнес на Вайлдберисе. Ну, естественно, в этом среде, если их поджимают, им делают правила игры, начинаются скандалы. Кто-то недовольный, кого-то обрезали, кому-то наступили на лапу. Сказали, нет, так нельзя. Все честные, все как бы идем по одной дороге. И мы работаем, ну, на самом деле, мы работаем для покупателей, а не для поставщиков. Это так и есть. Проблемы, я думаю, есть на каждом маркетплейсе. Будь то на Али, будь то на Азоне, где хоть на Абонзоне, все равно есть. Там 100%. Да. Даже на 1688 тоже есть, когда там однодневки появляются, и там есть блокировка товаров. Есть. Но кричат там, где слышно. Где слышно и где видно. А с другой стороны, это же неплохая реклама Вайлдберисов. Я, кстати, тоже всегда говорю, вот все новости, которые мы видим, это просто очередная, ну, грубо говоря, порция пиара. А плохого пиара не бывает. И это дополнительная история привлечения внимания к площадке. Хотя его и так огромное количество... Это дополнительное привлечение денег, вовсе. Иную, да, и, конечно же, как следствие. Естественно, туда идут, кто-то впервые его услышит, да, начинает, о, и начинает это все раскручивать. Это неплохой пиар. Это неплохая реклама. Да. Для самого Валсберс, для самих поставщиков даже, которые там находятся. Потому что даже будучи вчера в салоне до парикмахерской, наводя шухер на голове, ну, мне парикмахер говорит, а только что девушка сидела? Она тоже, говорит, в декрете и тоже зашла на Валсберс. И, говорит, у нее получается. Говорит, она рада, что у нее получается. То есть, это такая, сейчас такое время возможности, да, когда мама в декрете, когда женщины, которые у нас в сообществе были, девушки, которые, жены военнослужащих, где-то там на севере находятся, работать они не могут. Они с детьми. Денег не хватает. Как она, где она может на работать? Она может обучиться менеджменту. Она может удаленно работать на Валсберсе. Она может сама продавать, открыть магазин на Валсберсе. То есть, это время такой возможности и говорить, что Валсберс это плохо или Валсберс это хорошо, это неверно. Тут и есть и какие-то возможно перегибы с Валсберса. Но в то же время он открывает возможности другим работать. Также он открывает возможность сейчас работать в странах СНГ, в которых льготный вход на Валсберс идет, где оплата за вход в личный кабинет у них идет на расчетный счет рекламного. То есть, они деньги могут на подвижение. Почему нет? и если вы так подумать, сейчас каждый второй, третий покупает на Валсберс. Потому что у нас в магазинах выбора нет. Здесь можно просто потратить время, которое ты съездил в магазин, посмотрел это и ничего не приехал. Потратить, выбрать, купить, сравнить, отзывы почитать, рейтинг посмотреть, взять, посмотреть вещь, не понравилось, у несколько поставщиков сразу заказать. Сейчас же есть возможность бесплатно заказать это все. Несколько вещей заказал, померил, все, не подошло верно. Мне кажется, это уникальная такая возможность вообще для людей и как для покупателей, и как для поставщиков. То есть, тут говорят, что... Это еще хорошая возможность и для производителей, например. Да. Потому что очень много производителей до сих пор это остается, особенно, грубо говоря, старые закалки, которые нет, вот у меня есть постоянный клиент, для него я произвожу там оптом и все. А я думаю, некоторые производители даже не знают. Не знают, да. Не знают. Они либо что-то слышали, но такие, ну, нет, это вообще не мое, мне хорошо все и так далее, и так далее. Но есть и те производители, которые, допустим, которым было бы сложно, например, открывать свою точку, как-то это реализовывать, продвигать это через интернет. А, пожалуйста, тебе есть возможность и вот на примере нашим, то есть у нас помимо того, что есть розница, у нас сейчас очень часто прям видно, что как заказ опт, ну, то есть не одна, две, три штучки, да, в течение дня или там 10, а прям раз 100. и ты понимаешь, что вот это пришли опять рестораны, они нашли, они у нас все это выкупили. И это для нас тоже возможность. Да, они не пришли к нам лично, но хотя бы таким образом. Ну, возможно, они далеко и не могут до тебя дойти. Знаешь, просто я поняла, что им отчасти проще. У них не такая большая партия, 20, 30, 50 штук, но доставка бесплатная, но сроки уже быстрые, вот он, товар лежит, тебе ждать не нужно, приедет он через пару дней, все. Потому что если выходить на производство, все равно это будут сроки, это будет все равно доставка за счет заказчика, и не всегда нам будет выгоднее, чем купить там, да, на маркетплейсе. Поэтому это на самом деле с точки зрения производителей тоже возможность. Я вчера разговаривала, когда с Озоном, с представителем, я им тоже говорю, что вот у вас есть какая-нибудь такая статистика, чтобы показать производителям, что вот смотрите, у нас, у вас, его могут купить, оптовые покупатели. Они такие типа, нет, мы об этом не думали. Я говорю, ну вот смотрите пример, то есть к нам явно периодически приходит ресторан, и вы таким образом можете привлекать предпринимателей, производителей, показав им, что вот производители, пожалуйста, приходите к нам, у них же еще тем более возможности есть оплаты с расчетного счета, то есть вообще тут никаких проблем не будет, не нужно выводить деньги, еще чего-то. то есть это будет как площадка, фактически могла бы быть, как вот B2B, то есть развитие в таком направлении. Да, это часто такие бывают случаи, даже у тех, кто занимает перекупкой товара. Бывает просто, у меня был поставщик, мы только завезли зонт, трость, и их всю партию заказали. И первая мысль, наверное, кто-то из конкурентов, да? Сразу была мысль, и как и ни странно, это было на Озоне, сразу письмо от покупателя пришло, что скажите, мы у вас там партию зонтов заказали, это надо в какой-то челябинской, что ли, управлении какое-то, женщина на 8 марта. А ну точно к нам придет, вы успеете отгрузить, нам точно придет, как бы в срок, ну конечно, вам точно там придет все срок, и нам еще там большое спасибо мы получили, написали, то есть это вот так, лояльность такая вот, просто была, что сразу только завезли. Это, кстати, новый как этап для маркетплейсов. Да, 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 вот эта переписка, потому что мне тоже мои товары писали, у вас есть такое количество, нам надо для концерта, детей одеть кепочки, да, такого цвета есть количество, ваш размер покупаете, сейчас на складе есть, доставка столько-то будет вам по времени, все, и они потом фото, довольные дети, это такой вот, прямо радостно, чтобы кому-то прямо удовольствие приносишь. А в этом же плане, то есть, с одной стороны, вот мы с тобой видим, что вот это как бы еще один новый уровень, еще одна аудитория, а с другой стороны, все равно же мы слышим, что вот, скоро вайфберс закроется, время его пройдет, или там, ну не вайфберс вообще, в принципе, маркетплейсов, да, не обязательно вайфберс, вот что ты думаешь по этому поводу? Нет, не пройдет, не пройдет, потому что растет у нас поколение, которые не любят вставать, идти в магазины, даже вот у меня сын, даже заказать, если я закажу на вайфберс, и надо сходить, примерить, это будет ворчание, что, что сразу по размеру не могла, что ли, мне купить, да, тут это еще переходный период, еще не знаешь, какой размер, если бы знала, какой размер, то я бы купила бы, и получается, что они-то вырастут, они по магазинам не любят ходить, соответственно, а они сидят в компьютере, они там в интернете в своем, будут все через интернет покупать, никуда, это будет наоборот расти, мне кажется, это будет расти, недаром вайфберс строит везде свои склады, да, во Владимире они недавно анонсировали, то есть, привлекается дополнительная рабочая сила, то есть, люди получают работу на складах, но это тоже плюс, это плюс, абсолютно, новые поставщики появляются, у Владимира, естественно, откроются там и ПМ новые, люди начнут рядышком понимать, что им нужно, и будут там и бизнес на основе, вайфберс тоже будет, грузовые, перевозчики, упаковка, все обслуживающее будет расти, а почему бы нет, у нас же главное, что, чтобы у нас люди были в достатке, они будут зарабатывать деньги, рабочие места? да, кто-то будет работать на Валсберсе, кто-то будет покупать на Валсберсе, почему нет, довольно две стороны, ну, и даже там еще и нескольких других сторон, да, то есть всех это устраивает, а вот мы с тобой сейчас как раз затронули то, что будут, ну, есть в принципе бизнесы, которые на основании вот маркетплейса, да, развиваются, это фулфилменты, это консалтинг, это транспортники, логисты, вот и по поводу консалтинга у меня к тебе вопрос, вот, как ты думаешь, сформирован ли рынок с точки зрения понимания конечного потребителя, то есть поставщиков, предпринимателей, вот сформирован ли этот рынок, понимают ли предприниматели, насколько это важно и сколько должно это стоить, как раз вот то, что ты говорила про аналитику, про части менеджмента. Нет, нет, не понимают, потому что очень много инфо-цыганства, где говорят, что менеджера можно нанять за пять тысяч, он тебе все великолепно сделает, я не знаю такого менеджера, который может залезть в кабинет поставщика и все сделать. Это, это нереально, потому что если ты погружаешься полностью в кабинет поставщика, ты можешь присидеть целый день там, и это трудозатрат, которые должны как бы покрываться, это не стоит пять тысяч сейчас. Нет этого такого. Так же, как приходят люди, говорят, а нам сказали, что наставничество может по маркетплейсе, что у нас за два месяца будет тебя выучать за десять тысяч. Ну, извините, я вам отдаю свою энергию, я отдаю свои знания, накопленные, наработанные, время, это не может стоить от этих денег. Нет, предприниматели не понимают, очень много информации идет искаженной, да, что это очень дешево стоит, что на Валдберрис можно зайти и начать продавать только на смартфон от щелков фотографии, да, и у тебя товар в летом полетит, и все, у тебя там будет все очень круто. Нет, нет, это не так. Надо понять, когда заходишь, надо понимать, что это будет тоже дополнительное вложение, дополнительное вложение тебе надо будет на раскрутку, на рекламу, везде свой ценник. Если вы знаете, что ценник маленький, значит, нету эффективности от того, что вы хотите. есть ли ценник большой, естественно, надо проверять. Бывает завышенный ценник, как бы тестить, да, фотосессии, потому что даже совместные съемки, вот недавно попали на такой момент, заходим в канал совместной съемки, выбираем девушку. Нам нужно у нас купальники больших размеров, то есть, естественно, нам нужна девушка с формами, красивыми формами, пышными формами. Мы выбираем девушку с пышными формами, отвозим товар, оплачиваем фотосессию, и нам предварительно снимают девушку, присылают. Мы увидим девушку без формы. Да, высокая, красивая на лицо девушка, но у нее нету форм, у нее нету попы, у нее нету грудей, которые атрибуты для купальника. Соответственно, что мы говорим, а где та Настя, которую, там Настя тоже была, а где та Настя, которая была на фотографиях, портфолио, а мы вам увеличим ее фотошопом. А я говорю, а видео? Мне нужно видео. Как вы на видео мне что увеличите? Ну, итог мы, конечно, сказали, нет, нам не надо, деньги нам, конечно, не вернули, сказали, это ваши издержки. Но суть в том, что человек подходит, значит, они подходят просто это лишь бы сделать, да, лишь бы отснять, без понимания, без души, к любому делу надо подходить с душой. И нам пришлось фотосессию сделать вообще в Казани, потому что там модели, которые очень хорошо двигаются перед камерой, фотограф, который чувствует модель, каждое движение, то есть, это совсем разное. То есть, да, я переплатила по сравнению с ними, но я получила хорошие фотографии, я получила отзыв от модели, что ей понравились купальники, что они хорошо на ней сидят. То есть, уже есть обратный отзыв, я уже понимаю, чем я торгую, удовлетворяю я женщину или не удовлетворяю я женщину, да, в этом моменте. И, соответственно, уже не жалко тех денег, которых я заплатила. Я понимаю, что я реально заплатила тот чек, который должен быть. Так же, как и с менеджером, да, если я плачу 5 тысяч, менеджер просто открывает иногда кабинет, честно говоря. Если я плачу хорошие деньги, соответственно, у меня уровень у менеджера высокий, она знает аналитику, она умеет работать с аналитической программой, она знает карточки, она чувствует товар. Соответственно, что бы я ни спросила, она мне может сказать, что, как, где. И в то же время дорогой менеджер, он обучается постоянно. Он знает, что ему надо обучиться, пройти эти новые курсы, те новые курсы. Даже менеджеры группируются, проходят курсы. менеджеры, это как бы всем известно, да. Друг у друга обмениваются опытом, чаты все знают, любое затмение какое-то проходит где-то на площадке, менеджер, опытный менеджер уже в курсе, что где произошло. Потому что уже там, 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 там он собрал информацию. Менеджер за 5 тысяч этим заниматься. Никуда. Соответственно, цена, качество. Хотите иметь операциониста, который вам сделает только поставку и выведет этикетки, платите 5 тысяч. Хотите иметь менеджера, который вам будет делать аналитику вашего кабинета и стремиться к продвижению ваших продаж и увеличению вашего благополучия, платите дороже. Но он будет еще заинтересован. Да, заинтересованность человека будет, да. Потому что за маленькую зарплату мало кто будет заинтересован в твоих результатах. И знаешь, что еще? Я все чаще и пытаюсь я людям донести мысль, даже вот у меня в Ютубе, что marketplace, это сейчас история, она выходит на уровень обычного бизнеса. То есть, в каком плане? Не просто отгрузил товары и типа у меня там идут продажи. Это совокупность большого количества факторов. Это совокупность большой работы, различных метрик, различных действий, которые проводят к результату, как в обычном бизнесе. Вот как в самом обычном бизнесе. То есть, сейчас это выходит, ну и уже вышло, да, отчасти, и выходит именно на такой уровень. Вот в связи с этим, как раз вот про менеджер, ты говорила, проходит ли твои менеджеры там обучение самостоятельно, либо ты им даешь это обучение, либо как-то. Я, во-первых, обучаю их кабинету, после их обучения у них есть практика, у меня, я их полностью обучаю, наставляю, если они, скажем так, пришли и какого-то момента не знают, я даже им даю какой-то курс, какой-то видеоурок, плюс я покупаю обучение. Я как сама учусь постоянно. Я тут подсчитала, что за предыдущий год я потратила на свое обучение миллион. Просто на обучение кто-то скажет, господи, а на миллион потратила на ветер. Нет, я вложила в себя свои знания, которые я могу транслировать. Соответственно, я менеджеров даю допуск к этим курсам. Если у меня менеджер как бы хочет работать, хочет обучаться, он, естественно, это все обучает. Плюс, вот в данный момент у меня, например, куплена аналитика хэтс с обучением. У меня менеджеры садятся в зум, также со мной мы проходим обучение, полностью по моему кабинету, прогоняем все вопросы, ставим гипотезы, все, вот это все, что у нас может измениться, если вот это, вот это. Проходит АБЦ-анализ менеджера, да, зачастую даже, что такое АБЦ-анализ, что это за цифры, да, и когда ты их погружаешь, что есть оцифровка бизнеса, что есть доходы, есть чистая прибыль, да, вот это я потратил на товар, вот это я на это потратила. И когда это обучаешь, уже менеджер растет, уже менеджер растет и в твоих глазах, и в своем опыте, и ты понимаешь, что если менеджер обучен, он уже по-другому строит твой бизнес. То есть, получается, уже ты сам, как строишь внутри бизнеса, Валсбереса, свой бизнес. Уже набирается команда. Вот по вопросу, я была руководителем, кем ты руководишь сейчас. Я руковожу Валджерами. Я строю уже свою команду. Каждое утро. Там начинается с добрым утром. Какие у нас новости? Что у нас происходит? Меня захлынивают, я какие-то петиции пишу. Вы поняли, да? Махнули головой все поняли. Распределили обязанности. Кто за чем следит? Кто какую рекламу дает? Кто деньги платит? Кто их приносит? То есть все вот это распределено, кто следит за поставками, кто следит за карточками, кто сегодня рекламу делает, кто на отзывы отвечает. И уже все. Механизм запущен, организм работает. Организм работает, но организм приносит прибыль. По-иному никак. Даже имея у меня не такой уж огромный магазин, скажем так, 120 карточек всего лишь. У меня два менеджера. Я не представляю, одного менеджера там мало. Но только если ты включила? Два менеджера и плюс я включаюсь постоянно. Я периодически включаюсь, естественно. Я занимаюсь основной аналитикой. Я анализирую цифры, которые у меня в магазине. Как от места карточки, где она у меня сегодня находится, так и от заказов каждой карточки. Плюс анализирую отзывы у меня. Хорошие пошли, плохие. Периодически, если плохой отзыв, мы собираемся и решаем, почему у нас товар плохой. Берем на складе этот товар, проверяем, почему он у нас плохой, почему плохой отзыв, что не так случилось. Пошли возвраты, мы решаем, что не так. Почему возвраты? Размерная сетка пошла, партия другая приехала, несовпадение размерной сетки. Что не так пошло? То есть вот эти моменты мы сразу партию подключаем. Уже еще сторонний человек у нас подключается. У нас свой склад, который нас обслуживает, где хранится товар, который отгружает по тем метрикам, которые нам нужно отгрузить, на те склады, которые нам нужно отгрузить. То есть уже тут, скажем, на мое одно ИП уже работает целая команда, на самом деле. Да. По-иному никак. Да, на самом деле тоже. У меня есть менеджер один, но я понимаю, что я очень сильно сама включена. Потому что я не могу какие-то задачи, не то чтобы делегировать. Я понимаю, что вот мое видение, вот мое видение, оно пока, ну никто его не заберет, никто его не может взять и делать так же. Да. То есть я смотрю, вот, например, каждый день, это моя любимая правда, я смотрю, что было вчера, что у меня заказали, в каком количестве, что там произошло, что там изменилось. Исходя из этого, я могу что-то там сказать или вы не говорите, или еще что-то. Вот, то есть в этом плане я, к сожалению, не то что не это на рынке, наверное, менеджер, есть такие же менеджеры. Но вот именно мое видение я вот пока не могу отдать. Только операционка. Операционка есть, задачи все они выполняют, запустить, создать, там, ответить, т.д. А вот именно какие-то аналитические тут я вообще не могу никому отдать. Ну это да, но все равно я заставляю их анализировать. Да, согласен. Под подготовить мне анализ этого. Ну конечно. Почему у нас вот, давай, почему у нас тут пишут вот такое, что у нас было в прошлом году, у нас не было у этого товара таких отзывов, сейчас партия пришла, почему? Сколько у нас заказали, сколько у нас возвратов, сколько у нас выкупили, сколько этих отзывов по сравнению. Сделай мне аналитику эту. Конечно, менеджер будет сидеть и делать. Если он хочет это делать, да, и он умеет это делать, он понимает, откуда данные. На вазберсе везде можно вытащить данные в разных контекстах, везде из аналитики. Даже не надо залезать в аналитические программы. Вытащил, составил, все, ты уже понимаешь картину, что происходит. Вот ты про обучение сказала, на основании каких критериев ты отбираешь себе обучение? Не именно с точки зрения внутреннего контекста, но у тебя есть задачи, ты ищешь, а именно на что-то еще дополнительно смотришь? Ну вообще, я смотрю, как близость ко мне того, кто предлагает обучение, скажем так. Любое обучение идет для закрытия какой-то проблемы. Внутренний, психологический, непсихологический, финансовый, неважно. Например, мне надо было обучиться, как продавать правильно товар с Китая. Я пошла на это обучение. Сперва на одно обучение. Мне его оказалось мало, потому что уже другой уровень. Мне надо официально покупать с Китая товар. Я пошла на другое обучение, прошла его обучение. Мне аналитика нужна, соответственно, я иду обучаюсь аналитикой. Я ищу аналитика, который преподает, у которого есть отзывы, что он, да, у него там хорошая аналитика он дает. Я ищу, иду обучаюсь этому аналитику. И обучаюсь я, к сожалению, наверное, для моего финансового кармана, но внутренне я понимаю, что я не могу брать на любом курсе разные уровни обучения. Есть, да, для эконом, там, профи и, типа, там, премиум, да. Я беру третий. Я беру самый дорогой, потому что знаю, там будет включенность больше всего того, кто тебя преподает. Там будут совсем другие уроки, там уровень будет другой, потому что брать там первый, второй, но я уже это прошла опытным путем уже, зачем мне смотреть то, что уже было. То есть мне надо все то, что уже более собрано, сконструировано. Да, это дорого, возможно. Ну, а с другой стороны, я вкладываю в себя деньги. Соответственно, это вложение в меня, и это окупается. Потом, как меня учил бизнес-коуч, любой чих записывал себе в командировочные расходы твоего бизнеса, да, обучение записал в оцифровку обучения к себе. И смотришь, какая у тебя чистая прибыль, и все, потому что это вклад в твой бизнес. Так же, как транспорт, да, логистика, фотографии, товар. Обучение — это твой бизнес, а без этого никак. Ну, конечно, и это же можно даже в контексте того смотреть, что ты потратил деньги на обучение, а сколько тебе это потом денег? Да, 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 да. Есть же все равно плюсы, плюсы это все. Это для нашего развития идет, и это для развития бизнеса идет, не только моей головы, головы моих менеджеров. Мы по-другому начинаем видеть мир, по-другому ситуацию уже видеть. Мы видим пути выхода какие-то, что нам надо сделать, что нам не надо делать, куда идти. Если сидеть на одном месте, ты ничего не будешь знать. Только слушать новости, что там на Валберсе все рухнуло. И сидеть. На Валберсе все рухнуло, как все плохо. Да. И все. И все, мы больше ничего делать не будем? Да, 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 будем ждать конца света. Надеюсь, нет. Смотри, сейчас, чтобы подытожить, давай какой-то вот этот итог с тобой подведем. С точки зрения того, что вот хочется из всей деятельности, которая есть, спросить самое главное, самое главное, интересно ли тебе сейчас вот как раз жить таким образом? Очень. Потому что у меня, во-первых, появились цели в жизни, да, у меня есть цель больше отдыхать, больше проводить время с детьми. И занимаясь тем, чем я занимаюсь, я могу реализовать себя это. Позволить себе, да, побыть с моей семьей, с моими родителями. Это многого стоит вообще. Потому что даже позволить себе просто рвануть и уехать в какой-то город, да, там на 4 дня, потратить с сыном 70 тысяч. А другие подумают, господи, да я в Турцию летал на из-за этих деньги. И отдыхал. Да, только некоторые отдыхают там год копят, да, а я просто спонтанно взяла, оплатила, поехала. Ни у кого не отпрашивалась? Ни у кого не отпрашивалась. И не считая эти деньги. Это очень ценно. Это свобода и финансовая свобода появляется. Физическая свобода появляется. И желание тела появляется. Не просто так сходил, отрубил на работе, да, желание тела быть где-то в другом месте. Заниматься тем же, чтобы тебе массаж сделали. Сходить с вами красоты. Сходить себя показать где-то, да, с кем-то пообщаться, бизнес-сообщество с каком-то пообщаться. Даже элементарно пообщаться с кем-то там в переписке в Телеграме или выйти с кем-то на Zoom. Это уже другой вообще уровень идет. Много людей. Очень большие сообщества появляются. И очень много общений. Уже приезжаешь в другой город, и оказывается, у тебя там знакомые есть. И люди бегут, чтобы с тобой лично пообниматься, поцеловаться, подружиться лично. Но это кайф, на самом деле. Это уже ты не ограничиваешься, работа-дом, да, дом-работа, отпуск один раз в год. Отпуск каждый день можно устроить себе, да, каждый месяц, раз в неделю. Мы из Казани только недавно же прилетели. Полмесяца, сколько там прошло? Две недели. Да, мы уже в Москве. Кто знает, где будем. Да, 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 спокойно взяли, поехали. Да. Это очень круто, и я очень хочу, чтобы намного больше людей это ощущали, потому что все равно ты тут ходишь, ну, грубо говоря, счастливая такая, да. Я вот с утра встала, позавтракала, приехала сейчас в студию, поснимала видео, мы записали с тобой интервью. Ну, я там пойду заниматься своими делами. А все равно большое количество людей, с чего у них началось утро, началось утро, да, они все позавтракали, и потом очень грустно все пошли на работу. Да. И я в этот момент, наоборот, иногда задумываюсь о том, что, блин, я вот, ну, как-то слишком так хорошо живу, и мне кажется, что у меня прям, ну, у меня не какое-то там сверхъестественное, либо еще что-то, да, и мне иногда кажется, я так слишком хорошо живу. Ну, вот, а люди мучаются, а зачем они мучаются? И вот так хочется, чтобы изменили отношение к ситуации, к действиям, которые делают, и на основании этого уже стали меняться. А сколько людей, которые просто живут с компьютером, берут ноутбук, берут детей, уезжают в другой город. В другую страну. В другую страну, и спокойно ведут бизнес, спокойно онлайн работают, не привязаны. На пляже. И все хорошо. И это не единичные примеры, на самом-то деле. Когда ты можешь даже позволить себе, скажем, отпуск для детей, для себя, да, поехать там в Сочи отдохнуть. Вот я, например, летом, все время летом беру ноутбук, еду в деревню на природу. Все, я не привязана к работе. Я не привязана к помещению, в котором мне надо идти работать. Мне главное стабильный интернет. Что мне нужно? Стабильный интернет, все, чтобы я могла кому-то позвонить, кому-то написать, кого-то организовать. И это не затрагивает 24 на 7. Это не 8 часов работы. Если скоперировать это, 2-3 часа работы. Дальше я с детьми. Все. Я сама с собой занимаюсь, занимаюсь с детьми, это очень мне нравится. Просто некоторые люди этого боятся, боятся уйти из найма, как говорится, уйди из найма. Я ушел, я ушел никуда, вот это никуда бояться. Боятся чего-то нового, боятся обучения. Новые ступени, возможности. Боятся возможностей, вот, правильное слово. Боятся себя и боятся своих возможностей. И живут в том квадрате, который им прочерчен. Мы с тобой очень плавно перешли от серьезной темы, такой, ну, про Вайберид, про продажи, про установление рынка к более такому эмоциональному, что на самом деле все в первую очередь зависит от того, как воспринимать возможности, которые есть. И спасибо тебе за этот разговор. Было безумно интересно послушать точку зрения человека, который продает на маркетплейсах, успешно продает, и как ты ориентируешься как раз вот на всякие изменения, что очень-очень важно, и на всякие, грубо говоря, нападки, на самые разные нападки с разных сторон. Поэтому большое спасибо тебе за это интервью. Спасибо.